Здравствуйте, коллеги! И это наш очередной открытый семинар проекта «Москва места памяти». И мы очень рады, что вы пришли. И нашими гостями, наши гости сегодня Дмитрий Апарин и Мария Котова. Дмитрий – историк, аффилированный к ИСТФАКу, а Маша – историк, филолог, аффилированный к музею Булгакова. Мы все здесь занимаемся топографией террора в Москве и пытаемся понять, что происходило в тех или иных зданиях, иногда в жилых, иногда в каких-то учреждениях. И сталкиваемся с огромным количеством препятствий. Дима с Машей поставили перед собой, на первый взгляд, может быть, более дискретную задачу. Взяли себе не целый город, а один дом. Но очень интересно узнать, как это работает в случае с одним домом, какие методы исследования, что вы узнавали в архивах, что вы узнавали уже, работая с устными источниками, со свидетелями, и что вы узнали, а что вам не удалось узнать, что вы еще рассчитываете узнать, а на что вы уже не надеетесь. Поделитесь, пожалуйста, с нами опытом, а у нас, наверное, будет много вопросов. Спасибо. Дима, Маша. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Меня зовут Дмитрий Апарин. Я куратор выставки, которую сделал музей Булгакова и еще очень многие другие приглашенные специалисты. Выставка посвящена дому на Большой Садовой, дом номер 10 на Большой Садовой, построенный в 1904 году. Там находится музей Булгакова в нехорошей квартире на четвертом этаже в шестом подъезде, в квартире 50, потому что Булгаков жил какое-то время с 21 по 24 года в этом доме. И мы начали работать над этим проектом год назад. Я думаю, да, около года назад. И вплотную мы занялись им только, наверное, в августе-сентябре прошлого года. И мы поняли, что этот дом, он намного больше, чем просто мемориальный дом. Это намного больше, чем просто дом, в котором жил Булгаков, потому что и до Булгакова у дома интересная, яркая история. И после Булгакова тоже у дома интересная, яркая история. Мы хотели показать все разнообразие этого дома. Мы хотели показать, как в этом доме преломлялись различные исторические эпохи. И, естественно, мы хотели это сделать через жителей этого дома, через дореволюционных жителей этого дома, советских жителей, нынешних жителей. Мы использовали различные источники. И, наверное, вам интереснее всего, скорее всего, архивные источники, которыми мы пользовались. Ну да, вот Саша права о том, что она сделала такое разделение. Архивные источники и устные источники. Действительно, это два основных пласта источников, благодаря которым был создан сайт по истории дома, и благодаря которым была создана эта выставка. Значит, архивные источники я, наверное, начну с дореволюционных источников. Я начал вообще заниматься этим проектом, потому что я в течение долгого времени занимался старыми московскими домами, делал я это следующим образом. Я брал один дом, обязательно еще до сих пор жилой, чаще всего до революционной постройки, и искал об этом доме все, что можно было найти. Главное для меня было поговорить со старожилами этого дома, записать их воспоминания, их личные воспоминания о 50-х годах, о 60-х годах, об этой повседневности в этом доме, а также историю семьи. Наша семья поселилась в этом доме в 21-м году. Вот мы приехали из Смоленской губернии. Ну, подобные рассказы мне было очень важно записать. И, естественно, я очень хотел найти жителей, дореволюционных жителей дома. Кто жил до революции, в какой квартире жили люди, какие люди, какие квартиры арендовали. Есть замечательный фонд, 179-й, который находится в... Дела этого фонда, они находятся в архиве на профсоюзной, историческом архиве Москвы. Я думаю, это довольно известный фонд для всех людей, которые занимаются московской историей. Это описи владения. Каждый дом принадлежал какому-либо купцу, мещанину, организации, обществу. И это общество, организация, этот купец, или этот мещанин, или этот дворянин, они заказывали у московской городской управы опись своего владения. Какой доход они могут получить, какой доход они получают, и какой годовой валовый доход существует у этого дома, и какой чистый доход, какие расходы и так далее. И что самое интересное, это не сколько денег они тратят на дворника или на электроэнергию, а какие квартиры заняты какими людьми. Кто арендатор? Ну, так как 90% жилого фонда Москвы до революции сдавалось в наем, то есть 90% москвичей, следовательно, были арендаторами квартир, то дела этого фонда не особо большие. Я нашел дела по дому, о котором я пишу, я сейчас задаю книгу для музея Москвы, дом в Первом самотеченном переулке, крестьянина Ильи Тимофеевича Донского. И я понял, что он делал опись своего владения каждый год. 1900 год опись владения, 1901 год, те же самые жители, те же самые строения, 1902, 3, 4, 5, 8 и 14 год. Таких домов практически нет. Вот у дома на Большой Садовой существует только одна опись владения на 1914 год. Следовательно, очень сложно, мы знаем, кто жил в какой квартире, кто арендовал какую квартиру на 1914 год, но мы не знаем, кто какую квартиру арендовал на 1913 год. Потому что очень часто люди меняли, эта особенность дореволюционной Москвы, люди постоянно меняли свое жилье. Они какой-то сезон прожили в одной квартире, потом они переехали в другую квартиру, потом, может быть, в другую квартиру этого же дома. То есть происходила постоянно динамика населения. Но благодаря каким-то другим источникам, в том числе адресно-справочной книги «Вся Москва», можно найти, с какого года тот или иной житель арендует эту квартиру. Я находил, что вот у меня есть список жителей на 1914 год, я находил, что эти же жители в 2008 году были в этом доме. Ну вот, да, это такая обложка этого дела. Вот, это описание дома. Кстати, для того, чтобы сканировать эти дела, я их постоянно переписываю. Для того, чтобы сканировать эти дела, нужно иметь разрешение от СЖ. И это дело очень муторное, сложное, долгое, получать это разрешение от СЖ. Мы получали разрешение от СЖ несколько месяцев. И поэтому я их не сканирую. Я с удовольствием их сканировал для своей книги по старым московским домам, но я переписываю просто. Значит, вот эта опись владения. Затем у нас замечательнейший план этого дома. Дом не изменился. План 1903 года. Дом остался, ну, имел такую же... Только большая садовая перестала быть садовой. Все деревья вырубили в 30-е годы. И вот самое интересное, это как раз список жителей. Например, мы видим, что квартиру номер на втором этаже, квартиру номер 4 арендовал Кисляков. Квартира Кислякова. Шестикомнатная квартира. Ну и там дальше вот характеристика этой квартиры. И платил он 1550 рублей в год за эту квартиру. И всего квартира вот была такой площади. 34 сажений. Как я действовал дальше? Кисляков, фамилия, это ничего мне не говорит. Я искал во всей Москве. Кто такой Кисляков? И иногда, ну, в 80% случаев я находил этих людей, потому что это довольно дорогой доходный дом. Следовательно, эти люди, скорее всего, были более или менее... Они занимали какое-то положение. В основном это были адвокаты, врачи, преподаватели, военные высшего состава, дворяне, потомственные почетные граждане. То есть это были те люди, которые, скорее всего, были указаны в справочнике «Вся Москва». И тогда я находил уже его чин, должность, а также я находил его имя и отчество, что очень важно. С этим Кисляковым, например, получилась очень приятная история, потому что я нашел его потомков. Его сын был специалистом по Средней Азии в советское время, и они жили в Петербурге уже. И я через своих коллег-этнологов, специалистов тоже по Средней Азии, нашел потомков, которые поделились со мной фотографиями. И мы отсканировали все эти фотографии, и как-то получилась какая-то живая, красочная история. Эти потомки поделились со мной воспоминаниями об этом Кислякове, воспоминаниями о его жене, воспоминаниями о его детях. Это тоже очень ценная информация. Они, безусловно, не застали этого человека. Он был полковником гренадерского полка. Они не застали этого человека, но сохранилась вот эта история семьи. В какой-то степени, может, мифология семьи, что не делает их воспоминания нелегитимными и неценными. Даже если они все перепутали, даже если они все забыли и как-то приукрасили своего предка, эти воспоминания, они все равно легитимны. Мне как этнологу это абсолютно понятно. Если они так считают, значит, это вот у нас такой источник об этом человеке. Мы можем сопоставлять источники, архивные источники, их рассказы, но это тоже легитимные воспоминания, такая вот частная история. Такая же ситуация произошла у нас, например, по поводу некоторых людей. Я знаю только их имя, отчество, должность, и все. И на этом заканчивается. Иногда я даже должности не знаю. Просто там во всей Непске написано там «Вера Ивановна Циммерман». Все. И ничего и не найдешь о ней. Но, например, вот Крикс Габбер, эту женщину я нашел, когда я смотрел списки лазаретов во время Первой мировой войны. Она была среди врачей, которые были указаны, специально была издана книжечка по медицине во время Первой мировой войны. В основном там были указаны лазареты, которые располагались в доходных домах. А также там были указаны врачи, которые могут принимать желающих круглосуточно. И в том числе вот эта дама, Харазова Крикс Габбер, она была гинекологом, она была указана как человек, который проживает в этом доме, и который готов всегда оказать во время войны помощь. Безусловно, в этом доме жили люди, которых информацию во всей Москве искать и не надо. Это, например, Кончаловский, семья Кончаловских, которая снимала сначала студию с 1910 года, а потом квартиру с 1912 года. Второй фонд, который мне очень помогал в поиске информации, это фонд 1331. Это домовые книги с 1918 по 1921 года. Не все дома имеют эти домовые книги. Например, наш дом по Большой Садовой, да, кстати, наш дом по Большой Садовой не имеет такой домовой книги. Он мне не помогал в этом проекте, но этот фонд помогал по другим домам. Это довольно подробная домовая книга. Список жителей, но так, как ведется домовая книга обычная. Я вам покажу сейчас пример. Кстати, эти домовые книги можно сканировать без всяких проблем. Это Остоженка. Это дом, о котором я пишу на Остоженке. Остоженка 7-15. И, например, вот семья Фляты. И мы видим, что Наум Максимович Фляты, сын гродненского мещанина, холост, приехал из Крыма 28 сентября 1917 года. Но не приехал, а был прописан. 13 лет. Ну, то есть он не один приехал, естественно, но он приехал со своей семьей. Его отец приехал раньше, а он какое-то время оставался в Крыму. По вероисповеданию иудей. По виду, то есть виду жительства отца. Ну, тут другие жители. Там Фальковская Елена. По вероисповеданию лютеранка. 33 года. Это подробная, безусловно, это замечательный подробный фонд, о котором можно найти действительно живую информацию о человеке, более развернутую. Это не сухая вся Москва, которая пестрит огромным количеством ошибок. И это не такая уж, конечно, вот такая сухая опись владения, где написано просто фамилия и все. И больше ничего. Но у этой домовой книги, как у любой домовой книги, есть свои минусы, заключающиеся в том, что домовая книга – это в какой-то степени такая гостиничная книга. Кто-то приехал погостить на два месяца, прописался, потом уехал. Вот. И таким образом по «Остоженке», вот это микрофильмы, по «Остоженке» я просмотрел девять частей этих микрофильмов. И в конце концов ты уже перестаешь понимать, а зачем тебе это? Вот нужны тебе все эти люди? Что ты выписываешь вот всех этих людей, которые, может, приехали тут на несколько месяцев? Тут есть такая замечательная вещь, как тут может быть написано, что этот человек – хозяин. На квартире, на квартире тут вот кто-то, прислуга, прислуг. Вот если мы уберем всех дворников, швейцаров, прислугу, или на квартире у того-то, а будем выписывать только людей, у которых написано «хозяин» или «хозяйка», тогда у нас получится какой-то более-менее адекватный портрет этого дома. С другой стороны, можно действительно выписывать швейцаров и прислугу. Это тогда будет немножко другая история и тоже очень интересная. Так, значит, фонд 1331. По этому дому нам неописуемую помощь оказали домовые книги. Я думаю, я о них расскажу позже, потому что это домовые книги 40-го года, 44-го года и 58-го года, которые мы взяли просто в паспортном столе и просто все вот подряд отфотографировали. В паспортном столе нашего Краснопресненского района. А для того, чтобы нам сохранить вот эту хронологию, я думаю, сейчас я придам слово Маше, и Маша расскажет. Ну ладно, тогда нарушим хронологию. Да, и дело в том, что у Маши замечательный, богатейший фонд по 20-м годам. Вот. И тот фонд, который Маша нашла... Дима, я хочу рассказать, хорошо, тогда думаешь, что я расскажу? Нет, я хотел просто сказать, о чем ты хотел, что мы оставим на потом. Ну давай, давай, тогда ты сначала о 20-х, а потом я о советском арене. Здравствуйте, меня зовут Мария Котова. Спасибо. Маша Котова. У меня была узкая и локальная задача в этом проекте. Мне нужно было найти материалы по истории дома 10 на Большой Садовой 20-х годов. Того времени, когда там жил Михаил Булгаков с осени 21-го по осень 24-го года. Ну и было бы здорово, если бы удалось найти что-то еще. У нас была одна зацепка. Мы все понимали, что нам нужны материалы домовой книги, что это главный и важный источник по жильцам дома 10. И у нас была одна страница, которая выглядела вот так. Неизвестно откуда это, что это такое. Просто в интернете и в разных книгах попадалась страница вот с этими именами вот от такого вида. Было понятно, что это список жильцов квартиры номер 50. Кулагина Наталья Егоровна, Булгаков Михаил Афанасьевич, Булгакова Татьяна Николаевна, первая жена Булгакова, Агранович Соломон Львович, ну и так далее. Всего в квартире жили 18 человек. И мы стали думать, нам стало понятно, что нам нужно найти источник, откуда эта страница, что это вообще такое. Мы начали спрашивать с Димой, всех наших знакомых, Булгаковедов, специалистов по Москве, что это такое может быть. Это очень похоже на домовую книгу, потому что вы видите здесь слева 50 – это номер квартиры, фамилии, возраст, профессия, чем человек занимается, состоит ли членом жилищного товарищества, имеет ли право состоять членом жилищного товарищества. И в конце пустая колонка – это отметка районной избирательной комиссии. И мы решили, что, скорее всего, это выписка из домовой книги. Или не выписка, а копия одной страницы, и нам нужна вся эта домовая книга. И дальше мы занялись поисками. Первое, что мы сделали, вернее, это делал Дима, Дима отправился в паспортный стол Краснопресненского района, правильно? Да. Но там ничего не обнаружилось. Ну нет, там обнаружилось 40-й, 44-й, 58-й. Там не обнаружилось этой домовой книги, в которой была бы эта страница. Второй шаг, который делает, я думаю, любой человек, который занимается историей Москвы, он идет в центральный архив города Москвы, в ЦАГМ. И там есть специальный фонд 1331, о котором Дима сказал, в котором собраны все сохранившиеся домовые книги Москвы. Но, к сожалению, там тоже этой домовой книги с этой страницы не оказалось. И мы встали, в общем, перед некоторой проблемой. Нам нужно чем-то заполнять 20-е годы, по которым у нас нет ничего. То есть не совсем ничего. Мы могли найти информацию по Якулову, по Кончаловскому, по каким-то знаменитым, по Булгакову, по знаменитым людям, которые жили в этом доме. Были воспоминания, всегда можно было пойти в Российский государственный архив литературы и искусства, посмотреть там фонды писателей, поэтов. Можно было пойти в Бахрушинский архив и посмотреть фонды художников. Но что делать с частными людьми, с самыми обычными, которые населяли дом на 95%, было совершенно непонятно. И тогда я решила посмотреть, что в принципе еще может быть, какие фонды, какие архивы, каких учреждений лежат в этом архиве города Москвы. И оказалось, что там есть прекрасный фонд, за который я зацепилась совершенно случайно, который называется Московское управление недвижимым имуществом. Это фонд под номером 2433. Московское управление недвижимым имуществом, МУНИ, в котором было аж целых 8 описей, которые мне сразу не дали, а сказали, что вам нужно прийти на следующий день, и тогда мы вам их выдадим, заказывайте специально. Я, естественно, тут же написала Диме, Диму смотрела, где такой фонд. Дима говорит, нет, я его еще не видел. И, в общем, целые сутки я как-то нервничала и думала, скорее-скорее бы открылся архив, посмотреть, что там есть. И мне принесли эти описи, и оказалось, что из 8 описей одна опись номер 4 – это список домов, их больше полутора тысяч, по которым сформированы отдельные папки с делами. Ну, например, Малая Бронная, дом 5. Большое дело на 100 с лишним страниц, все бумаги и документы, связанные с этим домом. Я села перебирать эту опись. Ну, естественно, я сразу полезла искать Большую Садовую, нашла там с изумлением описание «Большая Садовая, дом 10, 1921-й, 1928-й, 215 листов». Заказала их немедленно. И оказалось, что вот этот листок, который вы видите, был копией из этого дела, то есть дело дома номер 10, которое хранилось в фонде Московского управления недвижимым имуществом. Узнать это о том, что есть такая опись, где содержится фактически богатейшая информация о довольно большом количестве частных, ну, не частных, а домов, не учреждений в Москве извне никак невозможно. Для этого нужно взять этот фонд, взять эту опись и смотреть уже ее. и выяснилось, что в этом фонде, вернее, в этом деле был список жильцов. То есть это 215 листов, которые полностью посвящены истории дома с 22-го года, в ней 21-го, когда дом передавался новому жилищному товариществу, потому что в 18-м году дом был национализирован, Илью, родственников бывшего домовладельца Ильи Давидовича Пегита оставили жить в доме, но они, естественно, ничем уже не владели, и дом был передан первой рабочей коммуне московской. В 22-м году первая рабочая коммуна была упразднена, и с большим скандалом дом был передан в управление новому жилищному товариществу, с которым имел дело уже Булгаков. Какие документы в этом деле? Что это дело может нам рассказать об этом доме? Вообще, это, по-моему, уникальные материалы. Да, я была первым человеком, похоже, который добрался до этого дела, потому что в листе использования явно свеженаклеенном не было ни одной фамилии, и я думаю, что тот листочек, который вы видели в самом начале, с которого мы начали поиски, скорее всего, это была сделана копия кем-то из сотрудников архива, любителей Булгакова, которая потом постепенно разошлась уже по Булгакведам, Булгаклюбам, и, в общем, стала самостоятельным документом. Что в этом деле есть интересного? Я его разделила на две части. Первое – это документы, связанные с историей дома, и там очень много всего. Во-первых, там все документы, связанные с ремонтом дома, с мета на ремонт, документы, связанные с расширением жилой площади, например, там есть переписка о том, чтобы зал, большой зал, бывший в квартире номер 5, разгородить фанерными перегородками и отдать под жилье. Это было в самом разгаре жилищного кризиса, поэтому уплотнения были постоянные. Кого-то выселяли, кого-то уплотняли, потеряли ногу жильцов, и расстеление жителей было постоянным и очень активным. Кроме этого, еще там же хранятся протоколы заседания жилищного товарищества, что тоже очень интересно, протоколы ревизионной комиссии, отчеты инспекции, потому что каждые несколько месяцев специальный инспектор Московского управления недвижимым имуществом приходил в этот дом и проверял, как живут рабочие, не притесняют ли их в этом доме, соответствуют ли жилищные условия требуемым нормативам, занимают ли они большую часть в жилищном товариществе и тому подобное. Составлялись очень подробные отчеты. Кроме этого, там есть несколько договоров с жильцами на аренду квартиры, квартиры, и у нас есть типовой договор, что могли делать жильцы, что они не могли делать. Плюс документы, связанные с отчислением арендной платы, которая шла городу, и много других частных вопросов. Мне же было это все интересно, но гораздо интереснее было, конечно, посмотреть, что там есть о жильцах. И там были дела, связанные с известными нам людьми, с Якуловым, художником, с фон Буолем, с Кончаловским, которые занимали художественные мастерские в этом доме, а были документы вполне никому неизвестных до этого времени жильцов. Некоторые из них были известны, потому что Булгаков их перенес в свою прозу, и эти документы помогли понять, что и как Булгаков писал своих рассказов, как они связаны с повседневностью первой половины 20-х годов. Эта смета неинтересная, я вам сразу говорю, но это просто пример документа, который там есть. Смета на ремонт, все, от парового отопления до замены рам, которые в комнате Булгакова поменяли в 23-м году, замена газовых плит, и много еще всякой ерунды. Кроме этого, есть вот такая интересная справка о социальном составе жителей дома 10 на Большой Садовой, Потому что в МУНИ строго следили за тем, чтобы социальный состав был правильным. Вы видите, что рабочих 355 человек, большинство служащих 166, состоит на бирже труда 30, на социальном обеспечении 13 и свободных профессий 29 человек. Всего 593 человека 22 августа 23 года. И такие справки, такие списки подавались постоянно. Кто именно проживал в доме, сколько человек, кто чем занимался, все это было известно. Кроме этого, отдельный интерес представляют опросные листки, которые заполняли переизбранные члены жилищного товарищества или избранные. Из них тоже можно почерпнуть довольно много информации о жильцах, кто там жил, какой профессии, какое образование, где раньше работал, был членом жилищного товарищества раньше и многое другое. Отдельный интерес представляет еще подробные протоколы заседания жилищного товарищества, вернее, протоколы и стенограммы общего собрания жильцов, когда приходили все жильцы дома на собрание, я думаю, что это было, скорее всего, во дворе, поскольку их было очень много, и в них мог принимать участие и булгаков, потому что там участвовали все жильцы, а не только члены товарищества. Это стенограмма, в которой мы слышим голоса вот этих жильцов. Это застенографированная речь выступления этих жильцов. Причем тема собрания была животрепещущей. Во-первых, это был отчет ревизионной комиссии, потому что председатели подозревали в растрате, а во-вторых, это был еще второй пункт больной для всех жильцов, это переселение. Кто в какую комнату переселяется, кого уплотняют, кого переезжают в лучшие комнаты, а кого наоборот куда-то выкидывают в сырой подвал, все это обсуждалось на собрании. Слева вы видите страницу из этого протокола, а справа два выноса, это более крупные цитаты. Например, гражданка Левчук из 42 квартиры, благодаря которой председателя желтоварищества засудили и сняли потом с его должности, говорит, что я не защищала буржуазию и не ходила в суд свидетеля за таковую. Она оправдывается за то, что она пошла в народный суд, подала в суд на председателя желтоварищества, выиграла этот суд, председателю желтоварищества впаяли три месяца принудительных работ и естественно тут же сняли с должности. Она была таким главным инициатором всего этого дела. Потом еще один жилец говорит, что все судебные дела протекали управления на принципе, давали комнаты только своим любимчикам, обращались дерзко с населением и угрожали милицией. Судебные дела проходили необдуманно. Что касается работы резионной комиссии, то доклад был сух и расхваливать правление не годится. Ну и тому подобные дела, которые собственно очень горячо обсуждались на таких собраниях. К сожалению, таких стенограмм не очень много. То есть подробных вот таких, где запротоколировано выступление каждого жильца дома всего два в этом деле. Но тем не менее, они, во-первых, дают нам портрет, и в том числе лексический прекрасный этих жильцов, из которых большую часть составляли типографские рабочие. Как раз те самые рабочие, которые сначала жили в рабочей коммуне, это бывшие, это рабочие бывшие типографии Машистова, которая была через дорогу. А потом, когда рабочую коммуну упразднили и дом передали новому жилищному товариществу, все равно 90% этих рабочих осталось жить в этом доме. Кроме этого, большое количество невероятно интересных писем, заявлений и просьб улучшить движеплощадь или перевезти куда-то еще. То есть, если жильцы понимали, что они не могут договориться с жилищным товариществом, у них было две дороги. Они могли пойти в суд, могли написать жалобу в Московское управление недвижимым имуществом, которое, на наше счастье, все эти жалобы сохраняет. И после этого Московское управление обязано было прислать инспектора в дом, инспектор составлял свой отчет и предоставлял потом его в это управление. И там решали, что делать. Этот текст, который перед вами, это анонимное письмо, написанное как раз в 22-м году, когда дом от рабочей коммуны переходил новому жилищному товариществу. И группа проживающих в доме просила не передавать дом новому жилищному товариществу подозрительному новому председателю правления. Далее перечислялись все их претензии и в конце группа товарищей просила разобраться с этим новым жилищным товариществом и рассмотреть дело со всех сторон. И дальше в этом деле естественно связалась переписка, она вся отражена. Инспектор Муни приехал в этот дом, провел довольно большую суть по всему работу, опросил много жильцов, а потом написал подробный отчет своему начальнику, где говорил, что поскольку авторов письма найти не удалось, никто из жильцов не признается, то жалоба рассмотрена быть не может, хотя кажется, какие-то вещи, которые там написаны, это в общем правда. Тем не менее, все равно дом был передан в 22-м году новому жилищному товариществу. это полуслепая выписка из протокола связана с тем, что ячейка члена фракции РКПБ дома пыталась защитить председателя правления Раева, которого сняли по суду как раз по заявлению гражданки Левчука 42-й квартиры, они пытались сделать так, чтобы председатель остался на своей должности но это было совершенно невозможно. Естественно, его тут же сняли, как только он оказался со своим сроком. Да, чем еще интересно это дело? Я вижу, что вы так слегка уже немножко сникли, поэтому не буду говорить долго, еще буквально пару слов. Это дело интересно тем, что здесь есть очень много разных ниточек к разным историям в другие фонды. Вот это, например, бумажка, которая тоже была подшита к этому делу, в которой написано, что суд просит прислать документы по дому номер 10 по Большой Садовой в связи с судебным делом 62-85 по иску управления дома к художнику Георгию Якулову в связи с арендной платой за его мастерскую, потому что в этом доме мастерские были главным полем битвы. Представьте себе, дом, в котором живут практически одни рабочие, но при этом есть три большие художественные мастерские, светлые, с прекрасной огромной площадью, которой занимают три художника. И, естественно, правление пыталось периодически эти художественные мастерские у художников отсудить и заселить их рабочими. Художники активно защищались и, значит, или судились, как Якулов, или какие-нибудь доставали мандаты и удостоверения, которые свидетельствовали о том, что им эта площадь полагается и отбирать ее ни в коем случае нельзя. У нас есть только одна вот эта бумажка, которая говорит о том, что Якулову в 26-м году привлекали к суду как раз по поводу художественной мастерской. И дальше, я думаю, нужно просто пойти и посмотреть материалы Нарсуда Краснопрестинского района, чтобы понять, есть там это дело или нет, сохранилось оно или нет. То есть, мы уже, к сожалению, знаем, что не сохранилось, я его посмотрела, но это такой логичный шаг практически от каждого документа в этом деле. Мы смотрим на бумажку, а дальше соображаем, где еще можно посмотреть, чтобы каждый этот клочок документа выстроился в отдельную интересную историю, чтобы можно было каждый сюжет развернуть в какое-то отдельное повествование. Это документ, письмо по поводу второй художественной мастерской, которую занимал фон Бооль, которую у него отобрал комитет по разгрузке города Москвы. И фон Бооль писал жалобные письма, просил, чтобы ему вернули эту мастерскую, и правление неожиданно стало на его сторону, потому что выяснилось, что эту художественную мастерскую у дома изымают совсем, то есть она не будет принадлежать ни фон Боолю, ни правлению дома. И как только члены жалтоварищества поняли, что мастерская от них тоже уплывает, они тут же включились в защиту художника и мастерскую ему вернули. Так, это, по-моему, последний документ. Вот, это что касается вот этого большого массива документов в деле дома номер 10. В этом фонде 24-33 в четвертой описи среди этих полутора тысяч домов есть еще несколько домов по Большой Садовой. Я думаю, они могли бы лечь в основу истории всего района. Следующий вопрос, который встает перед исследователем, это, что мы еще можем посмотреть, что дальше мы можем исследовать, где еще мы можем почерпнуть информацию о жильцах дома и о самом доме. И здесь, я думаю, следующий шаг, который можно сделать, это посмотреть документы милиции. В архиве города Москвы, в ЦАГМе, лежит весь фонд московской милиции. и там фонды делятся по отделениям. Мне нужно был фонд номер 1555, это второе отделение Краснопресненского района, второе отделение милиции. Но кроме этого, там еще лежат документы милиции по городу Москве, распоряжения, приказы, обмен, внутренняя переписка между отделениями и милициями, все это страшно интересно. И два типа документов, которые были интересны мне, я в этом фонде нашла, это, во-первых, настольный реестр, сообщение обо всех происшествиях, которые были зафиксированы. То, что вы видите, плохо различаемое, это вверху обыск на предмет обнаружения самогона, поскольку в 1922-1923 годах была активная борьба с самогонщиками, целые указы, приказы, распоряжения этому посвящались, устраивались облавы и в настольном реестре все это отражено, можно посмотреть, что происходило почти ежедневно в том или ином районе, который нам интересен. И второе, то, что может представлять интерес, хотя это огромная работа, это арестантский журнал. Кого и за что арестовывали в том или ином районе Москвы. К сожалению, он алфавитный и там никаких особенных подробностей не сообщается. То есть это нужно брать список жильцов дома, арестантский журнал Пагадан и просматривать огромный массив, чтобы узнать, не привлекался ли, не арестовывался ли кто-то из жильцов дома. В принципе, это тоже можно сделать. И кроме милиции и народного суда, да, и второй фонд прекрасный это народный суд. Фонд 1532, фонд, мне нужен был народный суд Краснопресненского района, там есть целая отдельная часть, посвященная квартирным делам. То есть там есть отдельно уголовные дела, отдельно дела, связанные с выселением, взиманием квартирной платы и тому подобными делами. И третье возможное направление работы и исследования района, жильцов нашего дома и других, это материалы районных избирательных комиссий, райсоветов, в которых тоже были отделы по распределению и учету жилой площади. Это третье, что можно исследовать, если мы хотим выстроить такую целую и многомерную картину жизни дома на какой-то улице или какого-то района. Но это поиски, которые впереди, пока я смотрю в основном фонд Московского управления недвижимого имущества, огромный и страшно интересный. Таким образом нам удалось построить с лакунами, но тем не менее восстановить поквартирно всех жильцов этого дома в 20-е годы. Потому что у нас было два списка. Ну, потому что мы очень многого не знаем про этих людей. Мы знаем, что они есть, мы знаем их возраст, мы знаем профессию. Более того, поскольку у нас есть два списка жильцов за 24-й год и за 25-й год, мы можем сравнить, как они переезжали. И действительно они все время меняли место жительства. Из одной квартиры перейти в другую, из одной комнаты в третью. Этот женился и переехал к своей жене, а этот, наоборот, свою жену отселил в другую квартиру и прекрасно живет. В общем, там целые такие бытовые прекрасные истории, которые восстанавливаются только вот по тому, кто куда переехал. Что в 24-м году он живет в этой квартире, а в 25-м он уже живет в другой квартире. Вот. И на основе этих документов мы выстроили историю дома и, я думаю, в дальнейшем на нашем сайте будем писать историю района, то есть то, что называется окрестности. Вот. Спасибо. Их было довольно много, да, и можно написать целую, мне кажется, историю борьбы с самогоном, потому что проводились обыски на квартирах, задерживали самогонщиков, целые проводили рейды, статистика была, это было огромное направление в московской милиции. Ну и в квартире самого Булгакова был тоже самогонный такой притон. Самогонный району по я писала доме в самотечном переулке и я переписал одну жительницу там Невшималь Елизавета австрийская подданная в 2018 году жила в определенной квартире в доме в самотечном переулке и в арестантском журнале потом я нахожу то, что это Невшималь Елизавета арестована за хранение спирта а в фонде 2433 в списке жителей этого дома в самотечном переулке я нахожу что Елизавета Невшималь торгует чем она занимается вот место родзанятия она торгует папиросами в разнос без патента а потом я говорю со старожилами этого дома и я узнаю что старожилы этого дома помнят эту Елизавету Невшималь и таким образом складывается какой-то вот определенный портрет этой бывшей австрийской подданной которая торговала с папиросами и спиртом да арестантские журналы они замечательные особенно если ты занимаешься не одним домом и ищешь вот в этом гесена иголку а если ты занимаешься районом но вот такого тот фонд о котором Маша говорил 24-33 я только сегодня опять смотрел эту опись и думаю может я пропустил я пишу книгу о 25 домах там только три дома которые есть а на Большой Садовой только тоже вроде 6 домов да ну то есть домов там очень много и наверное все они на противоположной стороне которая уже разрушена в основном там только вроде 10 на пересечении Большого Казихинского и Большой Садовой из четной стороны ну я хотел бы сказать еще о я остановился вот мы остановились на 20-х годах основную информацию по 40-м годам 50-м 60-м и даже 70-м мы получили из домовых книг которые были нам не отфотографированы в паспортном столе это очевидный источник но при соединении всех остальных источников получается действительно очень неплохая такая картинка каждая квартира имеет список жителей это такое некоторое своеобразное оглавление домовой книги по этому списку мы видим сейчас по этому списку мы видим кто когда приехал в эту квартиру и в каком году уехал из этой квартиры вот уже домовые книги 40-х годов и 50-х годов отличаются намного большей аккуратностью и порядком чем домовые книги которые велись вот 18-19-20-21 годах домовые книги из фонда 13-31 но примерно те же самые характеристики человека мы можем узнать только вероисповедание заменено на национальность но что интересно ну уже в 20 если мы берем тот же самый фон 13-31 21-й год то вероисповедание там есть граф вероисповедания потому что одни и те же шаблоны были домовые книги но там всегда пусто в 18-м году еще вероисповедание всегда заполнено что интересно так это то что мы видим как мы видим иной процесс если в 20-е годы по машиному делу 24-33 мы видим как заселялись эти коммуналки как уплотнялись квартиры как переселялись люди и всю вот эту сложную систему заселения дома типографскими рабочими рабочими других фабрик фабрики дукат в том числе вот этой табачной фабрике то здесь мы видим наоборот процесс расселения коммуналок который начался в 60-е годы и вот эта домовая книга которая была начата в 58-м году практически процентов 60 жителей этой домовой книги имеют такую графу выбыл выбыл и указан адрес они выбывали можно следующий слайд вот они выбывали вот Онежская улица и так далее проспект Вернадского видно да вот происходит расселение да вот расселение коммуналок что еще очень интересно по этой домовой книге безусловно с расселением коммуналок становится все меньше и меньше жителей в доме остаются чаще всего родители пенсионеры и молодые семьи получают какие-то новые квартиры уже на окраине города я хотел бы особенное внимание наверное уделить все-таки частным документам тем документам которые мы собирали у потомков жителей дома у так вот как я нашел например фотографии этого полковника дореволюционного полковника царской армии Кислякова который погиб в 15-м году во время первой мировой войны но тем не менее так получилось с 15-го года никто не живет представители его семьи не живут в этом доме но так получилось что я нашел его потомков я думаю что можно открыть сайт что мы потом уже в конце покажем что у нас получилось в результате да да но сначала я хотел показать частные вот эти частные фотографии частные документы например вот это ну давайте да я думаю что лучше сразу показать все значит ясное дело что это план дома да поэтажный план дом первый второй третий четвертый пятый этаж кружочками обозначены квартиры мы нажимаем на какую-либо из квартир и у нас появляется вся вот эта история этой квартиры от дореволюционных жителей по описи владения из фонда 179 по различным там воспоминаниям и другим документам которые мы искали в других архивах в том числе вот Маша упомянула архив эргали до до современности но чаще всего до 80-х годов это дом кстати надо сказать что в этом доме очень мало жилых квартир всего около пяти это крайне мало даже для такого большого это очень большой доходный дом несколько корпусов 5 этажей фасадной части по большой садовой и по 4 этажа у крыльев плюс еще мастерские которые некоторые продолжают оставаться мастерскими но тем не менее даже для Москвы это слишком мало жилых квартир и дом имеет очень плохую сохранность соответственно очень мало какие из квартир сохранили оригинальные дореволюционные интерьеры мало какие помещения сохранили оригинальные дореволюционные интерьеры их тоже можно пересчитать по пальцам те помещения в которых нету не произведен убийственный ремонт вот я пытаюсь тут а ну вот квартира номер 8 например да мы видим кто арендовал эту квартиру до дореволюции да вот коллежский секретарь присяжный поверенный член Елизаветинского благотворительного общества Владимир Вильмер а потом вот это результат работы Маши с фондом 2433 список жильцов квартиры номер 8 на апрель 1924 года затем мы сделали такие же таблицы на 40-й год и мы видим кто жил в этой квартире в 40-м году мы сделали таблицу где указываем когда откуда прибыл в этот дом да ну например если мы посмотрим да там каплун Всеволод Александрович родился в 22-м году в Ташкенте русский по национальности прибыл в этот дом в 33-м году кем работал военный техник в НИИ номер 3 вот служил в Красной Армии с 41-го по 43-е года затем у нас есть список жителей на 58-й год и мы можем видеть всю вот эту динамику за эти два десятилетия динамику жителей одной отдельно взятой квартиры например да там каплун Евдокия Адриановна да родилась в 99-м году в Смоленске приехала из Большого Фанасьевского переулка в 33-м году в 72-м году умерла да вот мы делаем такую таблицу а затем некоторые квартиры мы так называем топовые квартиры имеют какую-то живую информацию которую мы нашли не в архивах и не в домовых книгах а которой с нами поделились потомки жителей этой квартиры или бывшие жители этой квартиры в том числе например вот это Михаил Николаевич Костаки племянник известного коллекционера русского авангардного искусства Георгия Костаки его отец сотрудник британского посольства проживал в этой квартире с сороковых по конец пятидесятых годов Михаил Николаевич провел все свое детство в этой квартире и соответственно сразу появляется иного рода иного характера информация частные фотографии фотографии что очень интересно фотографии которые были сделаны в округе нам очень было важно и интересно понять как люди использовали все то окружение как они гуляли на потряхших прудах и в саду аквариум в какие театры они ходили потому что Триумфальная площадь бывшая площадь Майсковского это театральный эпицентр Москвы в какие бани они ходили в каких магазинах они покупали еду и мы находим какие-то сопоставив множество множество воспоминаний у нас есть визуальная информация фотографии детей совершенно разных детей в одном и том же саду аквариум у нас есть какая-то вот уже какие-то мы можем делать выводы чаще всего в саду аквариум например гуляли малыши они гуляли с такими специальными воспитательницами это были так называемые детские прогулочные группы на патриарших прудах гуляли уже ребята постарше сколько стоил каток 25 копеек я могу сейчас перепутать вечером каток стоил дороже чем днем и в каких магазинах они покупали и это можно на самом деле в какой-то степени даже провести такую линию дореволюционного времени до современности вот такая история о круге например существуют замечательнейшие воспоминания Натальи Петровны Кончаловской дочери Кончаловского ее воспоминания о дореволюционной жизни на Большой Садовой мы собрали в основном воспоминания конечно касающиеся 50-х в основном годов 50-х и 60-х годов но это вот такой очень большой пласт еще есть такой сейчас вид документов как документы но которые передали нам не архив который мы отсканировали не в архиве а который мы отсканировали у жителей например у семьи Костаки сохранились документы о том что они сначала жили в квартире номер 35 квартира номер 35 находится на первом этаже там практически нет солнца вот и они даже проделали окно в коридор чтобы было хоть какое-то освещение и они хотели перебраться в квартиру номер 8 которая смотрит окнами на садовое кольцо и они уже вроде вот были согласны перебраться в эту квартиру это был 47-й год но племянница Якулова которая продолжала жить в этой квартире была против она принесла множество медицинских справок о том что ей противопоказано жить без солнечного света и они тогда ей доплатили но и переехали все-таки бедная племянница Якулова оказалась в квартире номер 35 семья Костаки переехала в квартиру номер 8 но интересно что вот эти документы как бы они найдены не в архиве эти документы которые я получил от семьи Костаки с этими записями Якуловой которая пишет что вот я не могу там жить в такой квартире мне врачи сказали я отказываюсь переселяться давайте я вам покажу что у нас еще получилось например вот квартира номер 7 тоже до революции ее арендовала армянская семья Вартановых и удивительно что это та семья которая арендовала эту квартиру с дореволюционного времени по 60-е годы 20-го века то есть это редкость для этого дома благодаря машиному делу можно видеть какие семьи благодаря книгам 40-х и 50-х годов можно видеть какие семьи продолжали проживать в этом доме после революции они жили до революции какие продолжали проживать после революции и я посчитал что около 10 семей были естественно уплотнены но тем не менее они продолжали проживать в этом доме и в 20-е и в 30-е годы И в 40-е годы. Вот одна из этих семей это Вартановы. Потом, да, вот вся эта история этой квартиры, мы благодаря домовым книгам находим какие-то более конкретную частную информацию об этих Вартановых. Мы находим, что во всей Москве я вижу, что Вартанов работал у братьев Джамгаровых в банке до революции. В Машином документе я вижу, что Вартанов потом работал в Госбанке в 20-е годы. А, например, в домовой книге 40-х и 50-х годов, которую мы нашли, я вижу, что Вартанов родился в Ахалкалаке в таком-то году. И это уже все сопоставив, да, уже появляется некоторый образ этого человека. Но появились потомки Вартанова, благодаря этому сайту в частности. И это одна из основных функций этого сайта. Одна из основных функций, почему мы так подробно описываем каждую квартиру. Появились люди, которые начинают писать письма и говорят, что вот да, да, наши там все правильно указали или нет, неверно, у вас тут ошибка. Моя бабушка родилась не в этом году. Появляются люди, потомки, которые готовы поделиться иной информацией, которые готовы сделать вот эти наши таблицы, которые мы сделали пожителям, живыми, которые готовы дополнить эти таблицы фотографиями и живыми устными воспоминаниями о своих предках. И в этом есть, безусловно, основная ценность, мне кажется, вот той работы, которую мы проделали. Да, спасибо. Спасибо большое. Есть у кого-то сразу вопросы? Вот этот вот фонд, где вы нашли описание этого дома, это в 80-м или в 82-м доме по профсоюзной? Там, понимаете, там рядом два архива. Дело все в том, что я сама живу тоже в таком доме, который привлекает внимание очень многих, и сама часто общаюсь с людьми, которые историю нашего дома пишут. Вот, и мы по своему дому, мы искали, у нас вот есть просто архив инженерных документов, нам только показали, но там мы очень мало что нашли. Это тот, как раз вот вы имеете прерогативу, как житель дома, вы имеете возможность... Я не только, я член правления, поэтому... А, ну тем более, у вас вообще все архивные документы ваши, потому что я не имею права взять технические документы, я не имею права взять чертежи... Мы вот все взяли, но там, понимаете, технические документы это одно, но, во-первых, там очень многих мы документов не нашли, ну просто дом вообще сложный. А какой у вас дом? Дом страхового общества России, вы, наверное, знаете. Я так и знал, когда вы сказали, что сложный дом, к которому постоянно все впишут, я так и подумал, что это страхового общества России. Да, да, вот этот самый дом. Очень интересный, да, мы нашли действительно документы, как он строился, как они получали разрешение на это строительство, как там все вот эти вот документы есть у нас. И мы даже заказали диск у нас там, выбрали часть материала. Но вот, к сожалению, вот таких вот описаний я поэтому и у вас спросила, что может быть... Вы какой хотите? 179-й фонд, где список жителей, арендаторов дома до революции, квартир до революции? Да, 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 вот это вот очень интересно. Ну вот это профсоюзная... Это... 80? Это 80. Да. Там, понимаете, там два здания, вот во втором здании... Вы заказываете в одном здании, а смотрите в другом, потому что чаще всего... Нет, нет, мы заказывали тоже 82-й, у нас сразу... Ну это по-разному, да, но чаще всего вот 179-й фонд, он оцифрован, он на этих диафильмах, микрофильмах. Понимаете, очень много общего в этой истории, потому что тоже почти ничего не осталось. По вашему дому можно сделать такой сайт тоже. Вот. А вот Маша упомянула про сырные подвалы. Скажите, пожалуйста, а вам известно, в каких годах последних жителей из этих подвалов выстрелили? Нет, мне точно неизвестно, когда последних жителей расседлены были из этих подвалов. И что в этих подвалах было до 17-го? Ну, они были, насколько я понимаю, нежилыми. Не, ну а что в них находилось? Я могу сказать, это есть в описи владения, до 17-го года в этих подвалах находилось целый большой список таких вот... У меня есть дворницкая квартира управляющего. Это были... Есть полуподвалы, а есть подвалы. И это надо различать. Да. В полуподвале были даже квартиры. У нас даже на... И квартиры, которые снимали, арендовали жители. Но в подвалах находилась паровая котельная, чугунная были, две соединенные чугунные вот эти котельные. Дворницкая квартира управляющего, сарай для принадлежностей. И еще что-то. Дворники, кстати, это особенность такая московская. Дровяной склад? Ну да, наверное, конечно. Но... В общем, о последних жителей, когда я вышла в 60-х или 60-х? Я не могу вам сказать точно, я могу только догадываться по другому в целом, моему историческому московскому опыту, что, да, они были выселены в 70-е, 80-е годы. Но наши дворники, вот это такое московское клише, дворники татары, которые жили в подвалах. Вот. Об этом все просто... У нас дворники были татары, но в подвалах они не жили. Скажите, а как вам дали домовые книги в паспортном столе? Ну... Нет, у нас не было никаких таких вот препятствий. Там просто очень приятная дама работает, мне кажется. На самом деле, мне кажется, в какой-то степени это... Ну, меня не волновали подобные вопросы никогда, но мне кажется, это нельзя делать. Да. Ну, если нам разрешили, то грех не отфотографировать эти книги. Но мы... Вы понимаете, мне кажется, если ты приходишь с документом, с письмом официальным от Департамента культуры Москвы или от музея там, то вряд ли могут быть какие-то... У них вот в этом... Я поселился в этом паспортном столе, потому что там вот такие талмуды в подвале как раз находятся. Они в очень плохом состоянии. Там сыреют и все вот это разваливаются по всему Краснопресненскому району. И ты идешь, и я вижу вот Спиридоновка, этот дом, этот дом, этот дом. Каждый дом, и ты открываешь, и вот живые люди, вот реальные люди, родившиеся в каких-то вот, в каком-то году, приехавшие в таком-то году, такой-то национальности, такой-то профессии, такого-то образования. И все это вот перед тобой. Вот по каждому дому. Какие домовые книги? Домовые книги 90-х годов нет. Под Большой Садовой вот только три. 40-й, 44-й, 58-й. Скажите, пожалуйста, а вот все-таки в таких домах такого типа... Я в таком доме тоже, примерно в таком доме жил. Там очень интересны чердаки. И там тоже была своя жизнь. Ну вот я знаю, что по рассказам людей, с которыми я общался, чердаки использовались по-разному. Они использовались для игр детских очень часто. Что интересно, что меня удивляло всегда, крыши использовались не только детьми, но и взрослыми. Это было само собой разумеющееся загорать на крышах, лежать на крышах, делать уроки на крышах. То есть крыши не были чем-то недоступным. И вход на крышу с черной лестницы был совершенно доступен всем жителям и жителям, не только детям, но и все жители. Просто вот я недавно говорил с одним человеком с Солянки, вот этот дом Московского купеческого общества на Солянке, 1-2 огромной серой. Он сказал, что мама моя всегда загорала на крыше. А вы вообще хоть раз столкнулись в работе над этим проектом с тем, что какие-то данные вам не давали, ссылаясь на закон о защите персональных данных? 179-й фонд, если мы хотим его сканировать, то мы должны иметь разрешение от СЖ. Вот. Предыдущий, можно сделать еще? Вот это? Нет, да, вот общий вид дом. А, да, но это до революции. Это дом когда снят? 6-й год, 1906-й год. Как раз там. А что за церковь, знаете, там? Святого Ермолая, она разрушена в 32-м. Ермолая уже переводится. Ну да. Ну вот, это тоже история окрестности. У нас есть жители, до сих пор живущие в этом доме, которые были крещены в этой церкви. А, у меня есть развертка. Да, но сейчас я вам покажу виды дома. Если мы говорим, где искать какую-то фото, информацию, это развертка 32-го года. По основным крупным улицам Москвы была сделана такая панорамная фотосъемка в начале 30-х годов перед генеральным планом 35-го года. И это часть, но вот вся садовая там отфотографирована от начала до конца на 32-й год. Я вам покажу развертку потом. Ну вот это площадь Маяковского. Это площадь Маяковского во время реконструкции. Во время реконструкции 35-го года, видите, они уничтожают деревья, также была уничтожена замечательная модерновая ограда дома. Вот вся эта сторона садового кольца была тоже... Это все временные были, когда... Да, 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 да. Вот это уже после реконструкции. Это фотография 50-х годов. Это замечательная фотография немецкого фото журналиста 60-е годы Уильяма Кляйна. Это фотография 60-х годов. Это фотография 70-х годов. Вот тут вот у нас целая серия фотографий 70-х годов. Дворовая часть, фасадная парадная часть, дворовая, вот дворовые вот эти корпусы. Вот комнатка 35-й квартиры, откуда хотели выехать Костаки и переселить туда бедную пельмяницу Юкулова. И так и переселили, в конце концов. Да, ну это современная фотография дома. А панорама, да, у нас есть панорама. Сейчас вам покажу. Панорама, вот она. Это без особых проблем можно получить такую... Панораму в департаменте культурного наследия Москвы. Отсканировать самостоятельно или отфотографировать. Просто по отношению из музея или как вы туда... Да, у меня было отношение из музея. Но я давно с департаментом культурного наследия как-то общался. Я им приносил от университета какие-то бумажки, потом от музея тоже бумаги, от другого музея. То есть там вполне возможно. У них очень богатый архив, вот архив, с которым они не очень делятся. Но вот такая развертка вот есть. Я не могу почему-то увеличить. Но тут видно, что это от Тверской до Малой Бронной. И вот наш дом. Вот это цирк Никитиных, да. Это театр Шарля Амона. Потом вот... И вот здесь вот, вот досюда, да. Это сейчас филармония. А это театр Сатиры. Сатаквариум, один из старейших садов Москвы. Военно-политическая академия, наш дом. Сейчас здесь бывшее здание министерства. Но оно выселено совершенно. И там собирается делать гостиницу, насколько я понимаю. Вот. Но этот дом разрушен. Церковь разрушена. Кстати, единственная церковь Святого Ермолая в Москве. Дом, доходный дом, построенный во время Первой мировой войны, до сих пор есть и сохранился. Маленький домик Шехтеля. И это дом такой в стиле эклектика, который надстроен двумя этажами. Здесь написано Булочная. И сейчас там Волконский. Тоже Булочная. Да, вот так вот. И такая же есть развертка на другую сторону. Такая же есть развертка на другую сторону. Она имеет исключительно историческое значение, потому что ни одного дома в противоположной стороне не сохранилось. Ни одного. Внутренняя часть сохранилась лучше, чем внешняя часть садового кольца. Но что ценно очень, это когда мы получаем фотографии этого дома от жителей. Частные фотографии. Эти фотографии, они, ну, это такие архитектурные фотографии, фасадные фотографии. А от жителей мы получаем, там у нас есть фотография, мальчик стоит на балконе. Дети играют во дворе. Дети играют около арки вот этой проездной. И да, вот это, 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 это там 50-х годов, 40-х годов вот эти фотографии. Вот это действительно такая вот очень ценная для нас снимки. У вас там, Маш, кажется, в вашей бумаге фигурировало, что там еще высшие женские курсы были, общежитие высших женских курсов было прямо в доме. А где? Да, в этом же доме, оно еще было до революции. И часть общежития располагалась в квартире Булгакова, где училась сестра Булгакова Надежда. Вот именно поэтому в квартире Булгакова потом, после перепланировки, не оказалось ванной в коммунальной квартире, именно потому что там объединяли две квартиры, 50-ю с Дим, с какой? С 41-й, 51-й, да. Ну там вот, видите, вот общежитие высших женских курсов, они занимали весь подъезд. Ну то есть их выселили после революции сразу? Да. В Гирье? Да. Но это очень часто в доходных домах находились какие-то... Учеб в крупных таких комплексах находились учебные заведения, или общежития, или учебные заведения. На Асторшеньке тоже в доме с 7 метров 15 тоже были женские курсы, не Гирье, но какие-то другие женские курсы еще существуют. Ну то есть их как и мастерские сразу планировали при постройке дома? А 47 это что, 47 девиц там жило, или что? Нет, квартира номер 47. А, а сколько человек там жило? Там не написано 4 комнаты, тут 10 комнат. Вот. Там не написано сколько человек, но... Есть метра, да? 24 и 46 там сколько? Известно, что на этих курсах училась, например, жена Шагала, и скорее всего она была не из Москвы, следовательно, она могла жить в этом общежитии. Спасибо. Есть еще у кого-нибудь вопросы, соображения, комментарии? А скажите еще, пожалуйста, тоже, вот вам вообще нигде не дали техническую документацию, потому что вам, вам же есть, если вам этот СЖ дали бы разрешение на... Мы могли бы пойти в центральный архив научно-технической документации, который находится тоже на профсоюзной, но мы туда не сходили, во-первых, меня вполне себе удовлетворил план, очень красивый план, который я получил из дела 179, во-вторых, эти материалы уже, например, брала на Щелкина, специалист по модерну, и она опубликовала эти чертежи. Потом МОЗ проекта делает историко-архитектурное обследование замечательное, и они тоже опубликовали эти чертежи, и опубликовали эти документы из этого архива научно-технической документации. Я подумал, что для выставки, для такого популярного проекта, скорее всего, это может... Ну, то есть, не стоит заморачиваться. Вообще, в других случаях, когда вы не с этим домом работаете, а с другим, то как у вас получается получать техническую документацию на дома? Или не получается никогда? Нет, у меня это может получаться, если я буду дружить с... Я делаю книгу о 25 домах, то есть мне надо установить отношения с каждым из ТСЖ. Это не всегда получается, и это сложно. Потом научно-техническая документация, она, скорее всего, нужна реставраторам, в первую очередь. Историкам архитектуры не дома, не истории... У нас все-таки не история архитектуры, у нас история повседневности. А вы только с жилыми домами имеете дело? То есть, если дом в ведомстве, там, какой-нибудь государственной организации, то вы все равно не можете получить документацию? Или вам дают ее? Нет, не могу. Каждый дом имеет какого-то своего собственника. А если собственник все равно государства? Тогда какой-то человек от имени этого собственника должен выдать мне разрешение. Безусловно, нет. Мы, в принципе, считаем, что нет, что вообще-то нет, что вообще-то не должен. Что если государство собственник и архив государственный, то, по идее, вроде как бы не должен давать собственник разрешение. Но они всегда требуют, действительно, вроде бы во всех случаях. Они требуют, да, это необходимо. И они очень боятся, что я буду сканировать чертежи. И продадите их кому-нибудь. Я не знаю, кстати, почему, потому что, что особенно вот в том просто красивом акварельном чертеже, плане, да, который я нашел. Нет, но в случае с жилыми домами в этом есть какая-то логика вроде бы, да, чтобы, ну, почему кто-то будет знать расположение твоей квартиры, там, не знаю, схема. Это может быть действительно странно, но в случае с государственным бюджетным каким-то учреждением, то непонятно, почему гражданина нету права знать, как схема этого учреждения. Когда я говорила о чертежах, они мне сказали, что, ну, существует опасность террористического акта. Я буду знать все распределение этого дома и заложу где-нибудь в бомбу. Ну, это, кстати, интересный вопрос, Саша, потому что я как раз думала, я занималась частными домами, ну, и совсем недавно этим начала заниматься, потому что я историк литературы, и фонды милиции, судов, и, значит, Московское управление недвижимости заинтересовали меня совсем недавно. Мне интересно, где можно было бы посмотреть как раз официальное учреждение. Например, меня страшно интересует дом Герцена на Тверском бульваре 25, где было литературное общежитие, где жил Мандельштам и другие прекрасные люди. И где сейчас находится литературный институт. И я думаю, что так просто получить информацию об этом доме мне не удастся, как в частных домах, которые лежат в архиве города Москвы. И я даже не знаю, где это искать, где это смотреть, и сохранилось ли это, потому что очевидно, что если это была организация и государственное учреждение, то, скорее всего... Нет, ну, если там сейчас какая-то человеческая организация типа литературного института, то просто литературный институт тебе дает разрешение на то, что ты можешь в государственных архивах смотреть и сканировать их документы. Просто если собственник ФСБ, то он тебе не даст... Ну да, в архив ФСБ ходила, да. Ходила, не ходила? Не ходила. Я пробовала получить с них какую-то информацию, но пока, к сожалению, тщетно. То есть это такой черный ящик без обратной связи почти. А что вы там искали? Мне было интересно о Булгакове. Я прочитала о Мриде Чудакове, что в 25-м году был конфискован сборник Девляда, который напечатал Ангарский в своих недрах. Мне было интересно, что это за история. Почему? Ну, плюс вообще интересно было бы посмотреть, что было вокруг Дней Турбиных, потому что в архиве Наркомпроса сохранилось письмо из АГПУ, в котором говорилось, что мы за два дня до премьеры Дней Турбиных в 26-м году, 5-го октября, в письме говорилось, что АГПУ категорически возражает против постановки этой пьесы, и какие бы переделки автор ни делал, лучше от этого антисоветская пьеса не станет. И очевидно, что там должно быть очень много документов, связанных с Булгаковым, но пока их получить не удается. То есть я получаю ответы, у нас этого нет, но, кажется, проверить это невозможно. То есть если они говорят, у нас этого нет, означает ли это, что действительно нет, или мне охота искать, или был неточно сформулирован запрос, или еще что-то. В общем, для меня это пока самый сложный архив из тех, с которыми я имела дело. Ну я так подозреваю, что просто речь идет более-менее об оперативных разработках, которые никогда не видели. Нам не выдадут никогда. Увы, да, к сожалению. Нет, еще следственные дела, если бы было, то такие еще вещи можно заказывать, конечно. А оперативные разработки не видел никто никогда ни за какие годы просто. Даже в 90-е годы их не было. Да, в 90-е годы были опубликованы документы из архива ФСБ, вокруг Булгакова, в тот короткий период, когда это можно было сделать. Но мне кажется, что это не очень большая часть всего, что там было. Конечно. Вопрос про смену нумерации домов. Как она устанавливается? Ну, в смысле, был ли дом в одно время один номер, а через 10 лет у него... Как искать номер дома с течением времени? Как это устанавливается? Слава Богу, я тоже этого всегда боялся. И боялся путаницы, что в дореволюционных источниках этот дом будет под одним номером, а в советских источниках под другим, а сейчас под третьим. Я ни разу не сталкивался в старой Москве с тем, чтобы номер дома изменялся. Он был до революции 10-м, и он сейчас 10-й. Нумерация квартир меняется. В нашем доме она не менялась. В многих других домах она меняется. И я даже там сканировал эти открытки, которые писали по определенному адресу, там родственники. И они писали, квартира 69, бывшая квартира 72. Вот во время этого переходного какого-то периода. И этот период пришелся на 30-е, 40-е годы, когда менялась эта нумерация в данном конкретном доме. Я не могу говорить о всей Москве. Но в этом доме сохранился и номер его, и квартирная нумерация. И я ни разу не встречался с тем, чтобы номер дома до революции был одним, а сейчас другим, другой. А на Тверской? С техническими строительными, управленческими бумагами, реестрами. По какой-то улице приведена смена... Что-то, что вы говорили, что происходит в целом. Дело в том, что в нулевые годы или, скажем, в 90-е годы 19 века там не было номеров домов, да? Там был номер владения, там 518, дробь, там что-то такое-то. И вот надо искать, что это за дом, что это за владение такое. Потом уже где-то с 10-х годов везде вводится, я думаю, может быть, где-то с 7-го, 8-го года везде вводится эта нумерация домов. А номер владения, да, с этим можно запутаться, надо не перепутать, где какое владение. Но я не встречался с тем, что... Мне кажется, существует какой-то закон специальный, что у дома может быть очень много строений. Например, вот есть владение на Мясницкой улице, дом номер 13. Так этот дом номер 13 имеет больше 30 строений. И это все дом номер 13, а там дальше, туда-сюда, и это бесконечно. И это очень действительно страшно, потому что и до революции этот дом номер 13 имел множество... Они назывались нестроениями, вот, но все равно все эти дома шли под номером 13. Или, например, на Покровке дом номер 4. Это один отдельный настоящий дом, второй отдельный настоящий дом, и третий отдельный настоящий дом. Так вы не решаетесь? Я никак, потому что они и до революции были, все эти три дома были под номером 4, и сейчас эти все три дома под номером 4. Все за меня решено. А раньше было какое-то единое владение? А еще сейчас ты хотела задать, я только хотела спросить, а вот в случаях, когда дома больше нет, когда дом снесли, то вам приходилось смотреть его с схемы плана проекта? Да, у нас... И тогда не нужно ни от кого никакое разрешение. Все равно... Дом снесен. Вот что, да. Дело в том, что я отсканировал, у меня там на компьютере я сюда не перебросил, я отсканировал планы этого владения до строительства этого дома. И это был другой фонд, 117 вроде. Он был... И я отсканировал то, как выглядело это владение в 90-е годы 19-го века, до строительства этого дома. И мне звонили люди из архива и спросили, вот это вот, ну не дело, тут планы, мы не можем сканировать планы. Я сказал, что этих домов вообще больше нет, там совсем другие дома. И они согласились и сказали, хорошо, если вы так утверждаете, то хорошо. Можно нам план Лубянки-2? Там больше нет. Я хотела поделиться соображением, не знаю, можно ли назвать это соображением. Я буду рада, если оно вам будет полезным или кому-то из присутствующих. Я просто полтора года назад довольно много работала в архиве, именно в Гарфе. И у меня с тех пор в моих архивных заметках все время мелькает запись, выделенная желтыми буквами для семинара «Москва. Места памяти». И запись эта заключается в том, что я нашла в Гарфе фонд, в фонде 63, это отделение по охранению общественной безопасности и порядка в Москве при московском градоначальнике, где в описи 51, это дела временного регистрационного бюро Московского охранного отделения при московском градоначальнике за 1909-1917 годы, я нашла довольно подробные акты осмотра домов по разным улицам с номерами, то есть акт, например, осмотра дома номер 17 по улице Тверская, который включает в том числе выписки из домовых книг, и, может быть, вам это каким-то образом пригодится. Да. Да. Спасибо. Очень. Есть ли еще вопросы и комментарии? Вот я по поводу номерации домов. Это совершенно точная история. В начале 60-х годов 2-я Мещанская улица, ну, проспект Тимирок, была перевернута в улицу Гелировского. Если до этого, на этой улице, до Трифоновки, ну, до дома Солодовника, было около 100 адресов, то, когда ее перевернули в улицу Гелировского, была полностью с меня на нумерации. Это совершенно точно, я там жил. Вот эта история истинная. Так что вот с этим очень аккуратно. Я верю, но я не встречался... Нет, ну, это вам дали один пример, я вам даю еще один пример. Потому что... Ну, коли так, коли больше нет вопросов, комментариев, то спасибо огромное Маше и Диме. Очень было интересно и познавательно. И приходите к нам еще. И, ну, может быть, мы будем еще бы вам задавать какие-нибудь вопросы, походу, потому что у нас много какой-то разыскной такой бывает работы. Давайте вместе. Спасибо большое. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРЯ МУЗЫКА Продолжение следует...